Привет! Как мы с вами знаем, за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. И данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. В одном из предыдущих видео я уже подробно разбирал, за какие же конкретно способы уклонения суды выносят обвинительные приговоры. Ссылочка на данный ролик будет в описании к этому видео. И конечно же здесь у вас может возникнуть вопрос, ну если уже такое видео было, зачем ты снимаешь новое? Дело в том, что на момент съемки предыдущего ролика не было приговоров, которым бы предусматривалось реальное наказание. То есть все предыдущие приговоры были исключительно, ну так называемые условные. Условные сроки, то есть реального наказания люди не получали. Да, они получали судимость, но при этом они не отбывали наказание в местах лишения свободы. А теперь ситуация изменилась. И на сегодняшний день есть уже три приговора, три реальных приговора, которыми люди, которые уклонялись от мобилизации, приговорены к реальному отбыванию наказания. И собственно говоря об этом мы и поговорим в этом видео. Мы разберемся, а что же это за приговоры и за что конкретно людей приговорили к реальным срокам. Но перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что на моем канале есть много видео, которые посвящены вопросам освобождения от мобилизации, отсрочки от мобилизации, а также выезда мужчин из Украины во время военного положения. Поэтому если вам эта тема интересна, подписывайтесь на мой канал и смотрите соответствующие видео. А теперь непосредственно к приговорам. Их, как я уже сказал, три и два из них на самом деле не очень нам интересны по одной простой причине. Люди, получившие реальные сроки, просто уже имели судимость до этого. И фактически для них это было повторное совершение уголовного правонарушения. И как результат они получили реальные сроки. А вот третий приговор очень интересен. Человек, который его получил, не имел до этого судимости. И что очень интересно, что примечательно, этот человек уклонился с точки зрения решения суда, а с нашей точки зрения просто отказался от прохождения воинской службы по религиозным мотивам. Давайте подробнее рассмотрим этот приговор. Как мы видим, данный приговор был вынесен Ивано-Франковским городским судом. И приговор достаточно новый, да, он вынесен 15 сентября 2022 года. И вот тут давайте посмотрим, в чем же суть этого дела. Как мы видим, человек, вот здесь мы можем прочитать, что он переехал, он переехал из Славянска в Ивано-Франковск. Кстати, вот здесь сразу обратите внимание, да, почему-то есть такое расхожее мнение, что тех, кто из Донецкой области, не призывают сейчас. Мол, потому что они уже там и так настрадались. Как мы видим, это не соответствует действительности. И вот человек пошел становиться на учет в ЦНАП. Его направили в военкомат, где сразу же направили его в комиссию на прохождение ВЛК. И, кстати, да, обратите внимание, друзья, как мы знаем, вискомати на сегодняшний день не существует. И это прямо уже закреплено в законе. Но, тем не менее, суд использует именно такую терминологию. Далее, ему дали, его признали пригодным к прохождению воинской службы. И дали повестку. При этом он в военкомат пришел, вот смотрите, и пояснил юристу военкомата, что он не может проходить воинскую службу по религиозным убеждениям. И что ранее он проходил альтернативную службу, но, правда, не в Украине, а в Узбекистане. Далее, что было. Здесь мы видим достаточно адекватную позицию ТЦК и СП, потому что здесь написано, что ему дали отсрочку для подтверждения данных обстоятельств. И он, соответственно, должен был принести какую-то документацию, которая бы подтверждала, что у него есть вообще эти религиозные убеждения. Он ничего не принес и, собственно говоря, отказался от прохождения службы и просился, чтобы его направили на альтернативную службу. И вот здесь, конечно, возникнет у нас вопрос, а почему его не направили? Дело в том, что если мы посмотрим закон о альтернативной службе, то альтернативная служба предусмотрена только для срочников. То есть это альтернатива срочной службы, а не альтернатива службы во время мобилизации. И, соответственно, здесь, скажем, ТЦК и СП вполне логично ему отказал и вполне на законных основаниях. Далее, смотрите, он пояснил, что он не является, не относится ни к каким религиозным организациям. Вот это очень важно, вот это на самом деле ключевой момент. Дело в том, что вы могли в интернете много видеть информации о том, что вот всякие блогеры, которые на самом деле не являясь юристами, рассказывают, как получить отсрочку от армии на основании религиозных убеждений. И они говорят, что мол, да, ты приди, заявление напиши и все. Нет, друзья, не все. И вот практика показывает, что не все. Дело в том, что любое заявление свое и любое обстоятельство, которое человек заявляет государству и, в частности, заявляет в суде, нужно доказать. Нужно подтвердить и желательно подтвердить документально. И вот в этом случае, как мы видим, что человек не мог никак подтвердить документально, что он является членом какой-либо организации религиозной. И ему религия, собственно говоря, и запрещает брать в руки оружие и проходить службу в армии, да, либо там убивать других людей. Так вот, это и есть ключевой момент, друзья. Не нужно слушать тех, кто не является юристом, кто не знает, как работает судебная система и кто рассказывает, что да ты просто скажи, что ты там веришь в Бога, а Бог тебе запрещает убивать людей и брать в руки оружие. И с тобой, мол, ничего сделать не смогут, никакой ответственности не будет. Вот вам документальное опровержение данного утверждения. Человек просто не смог доказать, что у него есть эти религиозные убеждения и, собственно говоря, на этом все. Как результат, что достаточно обидно на самом деле, обидно за этого человека, да, потому что многие люди получали условные сроки, условные наказания просто без объяснения отказываясь от прохождения воинской службы. Вот просто они говорили, я не пойду и все. И получали условные сроки. Здесь у человека была, ну, хоть сколь-либо вразумительная причина и при этом ему дали срок. При этом, если мы почитаем приговор, то в принципе прокуратура не требовала реального срока. Вот если мы здесь посмотрим, то мы увидим, что прокуратура, по сути, предлагала ему три года и установлением испытательного срока два года. То есть прокуратура не требовала реального срока. При этом суд, оценив все обстоятельства, пришел к следующему выводу. Вот мы видим теперь уже решение суда и, собственно говоря, приговор назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Вы здесь можете мне сказать, стоп, ты же в самом начале видео сказал, что санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет. И это действительно так, санкция предусматривает именно такой срок, но в определенных случаях суду разрешается установить наказание ниже минимального. Если суд посчитает, что исправление человека возможно путем установления меньшего наказания, чем это предусмотрено санкцией статьи. И, собственно говоря, вот здесь суд, учитывая личность преступника, личность этого человека, решил, что ему достаточно будет для исправления одного года. Вот так, друзья, как мы видим, что одних заявлений о том, что ты не можешь служить в армии, потому что тебе религия запрещает, недостаточно для того, чтобы суд освободил тебя от уголовной ответственности. Конечно, интересно будет посмотреть за дальнейшим развитием событий, будет ли апелляция, пойдут ли стороны в Верховный суд в дальнейшем, и смогут ли они доказать, собственно говоря, право этого человека не проходить воинскую службу. Это покажет нам практика. Но, друзья, главный вывод, который мы делаем для себя, практический вывод, что недостаточно просто прийти и сказать, что мне религия запрещает. Нужно иметь какие-то доказательства. И такими доказательствами может быть, например, членство в какой-то религиозной организации, которая, собственно говоря, религия которой и запрещает проходить службу в армии. И здесь нужно будет, чтобы эта организация подтвердила, что вы являетесь ее членом. Ну и, конечно же, желательно, чтобы вы стали членом не во время военного положения, а чтобы это было задолго до того. Также, как доказательства, могут рассматриваться, например, и какие-то там фотографии, где вы с членами вашей организации находитесь на каких-то там мероприятиях, видеозаписи соответствующие. То есть должна быть какая-то история, какие-то данные, которые подтвердят, что действительно у вас есть эти убеждения. А не так, как многие популяризируют эту мысль, что достаточно просто прийти и такой сказать, да, ребят, мне религия запрещает, я не буду служить. Если вы делаете именно так и рассчитываете на это, то вот, собственно говоря, какой будет результат у таких действий. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, то поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, поставьте также колокольчик, либо подпишитесь на телеграм-канал, я всегда туда скидываю ссылочки на новые видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!